Горасю Тендодзи. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем с вами прохождение Front Mission 3 на первой PlayStation. Итак, друзья, в прошлой серии мы с вами, значит, пришли к ребятам, к 8-й дивизии, насколько я помню, и их попросить заручиться их поддержкой. В итоге, что произошло? На базу напали, ну и, собственно, ничего необычного, как всегда, не было. Всё, как всегда, по стандарту. На изи мы с вами справились с соевыми солдатами. Кумамото. Сейчас мы движемся сюда. Я ожидаю момента, когда с вами у нас будут новые магазины, новые, возможно, модификации для наших ванзеров, потому что я вам скажу, что, ребята, всё очень классно. Потому что 3-е левела, 7-е левела на хп с Асаки. Итак, отряд из Фу... Фукуока не справился с задачей. Восьмая дивизия вернулась в Кумамото. Кем присоединились и другие войска? Вызови Куроя. Да, сэр. Кавада, какой из наших отрядов готов к бою? Отряд Сага в полной готовности. Вызвали меня, сэр. Куроя, возьми под командование отряд Сага. Захвати базу Кумамото и уничтожь 8-ю дивизию, прежде чем они скопят силы. Да, сэр. Похоже, у вас проблемы. Сэр Лукав, что вы здесь делаете? Не имеет значения. Что с наёмниками? Я же сказал вам уничтожить их. Не волнуйтесь, я знаю, где они. И войска, а позиция всё ещё сопротивляются. Мне что, армию ДХЧ использовать, чтобы покончить с ними? Поэтому нет необходимости, я уже послал своих людей. Что ж, посмотрим, как они справятся. Нет поводов для беспокойства. Такие вот дела. База Кумамото, комната совещаний. Танияма-сан, какова ситуация? Войска из Кагасимы и Миядзаки стягиваются к этой базе. Они пополняют состав у пути. Командир Танияма, один из отрядов Сазаки движется на юг по шоссе 209. Они направляются прямо к Кумамото. Видимо, они собираются захватить эту базу. Как насчёт других отрядов противника? Они не двигаются. Этот отряд слишком мал, неужели они недооценивают наши силы? Мы атакуем их, как только они достигнут Кумамото. Постой, в чём дело, Алиса? Взгляни на карту. Что там происходит? Обновление очередное, Яндекс.Хар что ли вышло? Какие-нибудь там строительства дорог очередные нарисовали. Так, Курума, это маршрут движения противника, верно? Да, Кумамото ведёт шоссе 208. Это шоссе, это номер, я же сказал. В чём дело, Алиса? Трасса. Танияса, что расположено здесь? Это Амута, там небольшая гавань, но... Чё оно-то? Не заедай давай. Солдат. Я приказываю. Танияма-сан, пожалуйста, отправьте туда разведчиков. Эмм, хорошо, это не проблема. Так, Алиса, движки стратегии, а? Да, говорит. Я пошлю разведчиков. Но что такое... Что он такое в Амуте? Я-то откуда знаю, братан. Что мы ищем? Я не думаю, что в Амуте есть что-то заслуживающее внимания. Эмма. Алиса может оказаться права. Алиса? Права в чём? Я не понимаю. Тебе не кажется странным, что врага... Враги атакуют в лоб? Не очень. Но это нелепо с их стороны. У них есть и другие возможности уничтожения чего-то там. Значит, они что-то задумали. Ох, гавань. Да, ребята, гавань. Вижу, догадались, что они задумали. Задвигаемся дальше. Ага. Используем гавань в Амуте. Они могут высадиться с моря. Враги собираются ударить по нам с тыла, в то время как наши силы будут развернуты на шоссе. Видало? Тактика. Ребят, это вам не хухра-мухра. Это у нас с вами бухра-хухра. Алиса, ты гений. Мы все напряжённо работаем. Пока это лишь догадки. Давайте дождёмся возвращения разведчиков. Чем-то на этого похож. На Альтаира. Знаешь, как не Альтаира, а как его звали-то? Как его? Дезмонд? Майлз? Да тебе реально, что-то в нём такое есть. И временем мы займёмся подготовкой. Да не, а разведка потребуется что-то там. Я попытаюсь выяснить место высадки врага с моря. Кроме того, я нашёл секретный веб-сайт Кирисима и военных. Пароль Сюне. Пожалуйста, загляни туда. Зачем? Всё, они за секретный сайт какой-то, короче, военных. Я же пароль надпула нашёл. Теперь понятно, кто чужие страницы в ВК взламывает и бабки просят оттуда. Как они взламывают с такими успехами. Всякие сайты непонятные, японские, военные. И куда? Так, здесь, наверное, у нас с вами несколько паролей, потому что красным цветом светится. А смысл вообще сюда заходить? Я не понимаю. Основные цели. Короче, всё понятно, не хочу я. Не хочу я сюда заходить, я вообще не люблю её, не понимаю, для чего это надо. Так что, выходим отсюда, ребята, и гоним дальше. Вот так я вам скажу. Короче. Идти, выйти. Идти, выйти. Пойдём, выйдем, поговорим с Личич. Погнали, короче, конкретнее отвечаю. Я это, я это. Чё у нас? Наверное, сейчас у нас, скорее всего, будут... Магазин. Как я его ожидал. В надежде, что нам что-то дадут новенькое. А это круть, ребята. Купить! Вообще, какой-то кёкай. Это, который был в самом начале, помнишь, у полицейских? У Алисы вот такой вот был ванзер. С самого начала игры, если бы мы играли бы на другом этом. Так здесь дичь полнейшая. Ты чё делаешь? Не, ладно, рюкзак глянем. Так, вот такой райнсдоп мощности. Сейчас у нас... А смы... Батюшки мои. Видите, сколько он весит? Каратель! Ого! Вот так у нас с вами сейчас будет, ребята, лютая штука. Погоди. Так. О! Это Десота М3... М300! Новый дробовик, ребята. Да я вообще даже всего этого не припомню. Я проходил игру по этой сюжетной линии, но я этого ничего не помню. Стопэ, 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 братан. А у нас чё, бабок опять нет? Шанс изучения процентного... Верх какой-то. Чё такое? Так, ладно, погоди. Хорошо, склада у нас с вами ничего нету. А, у нас с вами вот чё есть. Продаем. Ребята, чё... Какой-то, я вам скажу, лютый хардкор. Так. Подожди, это мы поставили. Мы его, по сути, изучили. Ой, это... Модифицировали оружие. Так. Ей на спину надо этот... Давайте, короче, рюкзак новый. Школярский купим. А чё у неё? Погоди. А, мощность даёт. Ага. Вот это вот возьмём штукенцию. Восемьсот. Ну, это слишком чё-то многовато, ребят. Ну, это куда такое годится? Я, конечно, всё понимаю. Там инфляция, все дела, но... Как бы... Хорош! О-о-о-о! Сейчас у нас с вами, ребятушки, катки пойдут. 1300. Нет, пока что не будем это брать. Не надо. Вообще, знаешь, что можно сделать с тобой? А ничего нельзя сделать с тобой. Нам... Нам нечего ему просто... Нечего продавать. Нечего продавать. Левая рука. Вау! Смотри, миник. Прикинь, миниган. Сколько? 18 было, станет 21. Жесть какая-то. АРК, баррел 4. Гейзер. Воу! Воу-воу-воу-воу! Стоп! А, минус 90% вообще. Правда, у неё просто 4 всего лишь единицы. Но он вообще люто будет отбивать. Хотя нам сейчас наши щиты, по-моему, неплохие. А, у него такой щит. Вообще, предыдущий, что ли, стоит? АРК, баррел. Давай посмотрим на рюкзак ему. Сейчас рюкзак поставим, у нас уже чисто. На щит не хватит. Подожди. Оружие. Ляхау. Это что у нас такое? Снайпер МК-11. Вот, другая снайперка опять, более крутая, лютая. Правая рука, нам нужен был бы щит. Порождение, плюс 20 получается, минус 90% вообще будет отбивать. Но прочность-то 4 единицы, это мало, ребята. В принципе, везде как бы есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Рюкзак у неё, что за рюкзак? Еранец, это доп. мощность даёт. Главное, тогда мы с тобой не будем. А, да нет, мы, считай, тоже вкачали с тобой. Я сейчас прям вообще орать буду в Голосино, если будет новый уровень. Нет нового уровня. Четвёртый. А, так у нас, погоди, у нас разве уже 4, что ли, было? А чё-то я вообще сплю, походу, в одном ботинке. Короче, другое мне нужно. Смысла нет? А, мы можем сразу, знаешь, что сделать? Всё, просто продадим вот эти вот Эньо, Зёньо, и как они там эти называются? Манио. Манио. Вани, Манио. И всех тому прочее. Надо всё это просто продать. Да прокоручивайся давай. Пять двести. Пять двести. Всё, короче, у нас с вами появилось. Появилось местечко. Эмо Цибин. Эмо Цибин, я прям так к фамилии, по-моему, даже подошла бы. Правая рука. Ой, не то. Щит, на щит нету этого места. Хотя он, смотри, какой лютый. Ладно, Эмоэмушка ты моя. Радименькая. Так, этому надо, короче... А, мы хотели, знаешь, что с тобой в этот... Наряжение мы с тобой хотели поставить. Новый компьютер поставить. Пилот. Объём, получается, 6-0. Не понимаю, правда, в чём прикол. Как такового этого пилота. Параметры ещё давай раз. Рюкзак. Рюкзак. Во, хорош. Короче, можем нападать, ребята. А, мы это не поменяли себе. Компьютер. На Комг-10. Поменяли компьютер. Комг-10. Пока что можно оставить то, что у нас с вами есть. За 700 потом, если чё, можно будет по дешёвке, так скажем, сдать. На цвет мет, короче, эти все компьютеры. Всё. Погнали, ребята. Новая снаряга. Прокачка. А, наш с вами, к сожалению, ванзер какие-то слишком такие говнистые. Чересчур, причём, вам скажу. Бар Кумамото. Большой город такой, довольно-таки. Немало обходить, вам скажу. Всего. Бармен. Эх. Что стряслось? Переворот беспокоит? Нет, меня достал вон тот посетитель. Что ты имеешь в виду? Почему бы тебе не спросить его? Понял теперь. Отставник. Я не могу поверить, что полковник Очковский затеял переворот. Трус. Я никуда не выхожу с тех пор, как произошёл переворот. Как же ты очутился здесь? А это-то было с самого начала переворота. Походу безвылазно. Прикинь, сидит в баре. Экстремалка. Я чуть не погибла вчера во время сражения возле моего дома. Я была на грани между жизнью и смертью. О, это было так захватывающе. Экстремалка. Понятно теперь. Чё понятно-то? Ничего не понятно. Кто с кем побазарить надо? А, может тебе что-то говорить? Нет, я останусь здесь, тут безопаснее. Как ты не боишься выходить наружу? Может тебя проводить до дома? Нет, я останусь здесь, тут безопасно. Ладно. Оставайте ещё. Ах, как хочется остаться. Ах, как хочется остаться. В Кумамото. Нет, это тоже не в этот. Ай, не в рифму. Всё как всегда у нас, ребят. Чё-то в рифму вообще не заходят. Так, что нового? Разведки докладывают, что множество крупных гражданских судов входит в гавань. Гражданские суда. Должна быть это маскировка. Внутри могут быть танка, десантные судна. Кстати говоря, может быть, у меня уведомлялка сейчас, если слышно было, ребят. Меучащий код, это не мой меучащий код. Это у меня уведомлялка, возможно, была включена. Это вы не думаете. Тут ты совершенно права. Таньяма-сан, пожалуйста, используйте половину наших сил на шоссе 208. Пусть они решат, что мы попались на их уловку. Да, затем их ждёт сюрприз. Класс, ребята. Вы всё придумали, как всегда, красавчики и молодцы. Что сказать вам? Слишком темновато, давай. Вкручим с тобой лампу. Будет хотя бы так получше. Нагахама. Это у нас с вами, походу, пристань, да? То есть мы, короче, там часть войска, они, походу, отвели. Тактики, тактики, видишь как. Нас сначала разводили, а теперь мы их разводим. Сколько полыгры нас разводили? Помнишь, там солдаты, тут солдаты. В одном, в другом месте. Не поймёшь, куда идти. Везде разводилово было одно и кидалово всю игру. Никому доверять, видишь, что нельзя. Что делают? Фонари. Улица целых фонарей. Даже не развитые. Гозно. Годно. Годно, говорят. Типа, говорят, годный контент, Веранг, ты делаешь. Видишь, что написано было на домах? Годно. О, здорово. Курай. Разгружайтесь, скорее. Стоять на месте. Стой, боя... Стой, стреляю. Стою. Стреляю. Опа. Вот это неждан. Мы точно знаем, что мы собирались сделать. Мы разобрались с остальными отрядами. Всё кончено, сдавайтесь. Вы должны быть очень неумны. Рад смогли разгадать наши планы. Сообщите всем подразделениям, что высадка отменяется. Командир спецназа. Майор Курой. Им известно о наших планах. Штурм отменяется. Видишь, как обдрасталися. Собираетесь бежать? Не очень-то мужественно, да? Ха. Они просто испугались меня. Хорош провокатор. Не волнуйтесь, вам придётся иметь дело со мной. Да что ты мне сделаешь, своей пукалкой? Своей пневматикой сейчас будет меня запугивать. Ага. Даже не надейся. Анти-Т, анти-П, анти-П. Так, сколько их тут? Сколько вас? Не дохрена ли, ребятушки? Шестеро. Шестеро, да? Или семеро вообще? С этой стороны трое, с той стороны... Четверо, что ли? Так. Преимущественно нужно анти-П, потому что ближний, как я понимаю, у них один, что ли? Погнали. Надо его за задом вставить, ну ладно. Кто у нас здесь? Старшой! Старшой! Ты где? Ты где? Выходи! Немноговато ли 580 ему? Слушайте, по-моему, многовато. И ХП у них что-то многовато. 1200. Давай-ка, моего. Первым буду накрывать, ребят. 580 ХП, 550. Но чисто, конечно, на три удара, я понимаю. Нормально, по корпусу прямо у меня. Хотя нет, это не имело смысла сюда залезать. Давай, его гасить. А, это вот этот вот, который я взял себе тоже. Кассетик такой лютый. Боюсь, мы бабу просто оставили без охраны, сейчас бабу вынесут. Дорогую. Молодую. 59% вероятность попадания, давай-ка, ну-ка. Хорош, как всегда, молодец. Лучше всех. Лучше из лучших просто. Давай постреляемся. Хочешь, чтобы она постреляться на снайперка? А теперь я. Урон 200. Досадно, конечно. Ну и ладно. По пятокам, по твоим, по обдрыстанам будем стрелять. А, там еще второй есть. Ты думаешь, что ты такой хитрец? Нет, братан. Ты не такой хитрый, как ты считал. Давай его, короче, с пулемета сейчас. Жалко, что звуков других нету. Прям по левой. Больно, больно. Давай, стреляй. Ой. Так, это, короче, уехал вообще в сторону. И правильно сделал, молодец. Вот этого добиваем, короче. Добиваем его. Давай, братан. На покой. Сразу давай его накрывать прям до конца. Было больно. Мне, я имею в виду, больно, что промахнулись. 231 хп остался. Давай, 6-1, попади. Хорош! Да, по корпусу, ес. Идеально. Минус один. Че ты в упор-то подходишь? Сыкуешь, да, что не попадешь? Правильно делаешь. Прямо мне по этим стреляет. По щиту. Прямо идеально. Бездействие. Бездействие это плохо. Не трожь бабу. Баба кто? Она моя. Женский род. Это мы все сами знаем по русскому языку. Изучили, изучали. Так, че там дальше? Бах! Да хорош по корпусу стрелять, эй, надоели. Давайте хотя бы, ладно, стрелять по бабе хотя бы. Баба, прости, но тебе придется выдерживать все эти удары и натиски. По левой руке-то. Посмотри, они как будто прям специально. Как вот так попадается? Совпадение? Не думаю. Чисто если вот этого накрывать, или вот этого накрывать помойку. Давай вот этого накрывать. Что-то с кассетой они сейчас мне достанут. Чисто на ближника. Так, нам надо делать как раз пару шагов буквально, чтобы вот этого вот накрывать. Им будет снизу сложнее в меня попасть. Бэм! Да хорош, что надоели уже уклоняться. Уклонисты. Сколько можно, а? В конце концов. Прям по левой хорош бьет. Прощребает его конкретно. Куда встанешь-то? Вот сюда встанем. 57 процентов. Ну опять мало, видишь? Ну попали. Прям в грудак ему. Пробитие сделали. Пробитие грудака. А я просто прикрою тебя, и все вот так вот. И все. А вот этому уже нельзя. Видишь, походу очков 10 не хватает. Нормально. Еще удар выдержит. Да хорош, что уже надоел. Урон 200. Ну хотя бы так, ладно уж. Стреляй. По левой руке-то посмотри, что делает. Ты видишь, что он делает? Как ты не видишь, что он делает? Почему у него дамаг 580, а у меня 403? Как так можно? Это же 180 кп целых. Да на, отстань от меня. Так, по левой руке он мне жмякнул. Ну хотя бы не по грудаку, ладно. У нас еще один ход с вами сейчас будет. Больновато было поляшки по пятку. Живем, 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 живем. Все нормально, ребята. Все, держимся, держимся. Давай этого добьем, чтобы самого такого лютого. Чтобы нас он больше не доставал. Уже мозга за мозгу заходит с ними. Нет, это нельзя так делать. Только если такой вот варик, вот сюда вот подойти поближе. Потому что у нас иначе меньше 10 атак и не пойдет. Осталось 2. Если нам хватит, если нам не стиснут руку. Левой, то мы... Бах! Хорош! Красавчик! О, 26. Очков действия. Минус рука. Надо было, конечно, по-другой, но ладно. Хорош! Хорош! Буу! Вот так вот. Давай, братан, сдавайся. Правильно делаешь. Знаешь, что я сделаю сейчас? Пойдем-ка наверх. Вероятность попадания просто... А, он даже не будет меня стрелять. Конечно, не будет стрелять, потому что у него нулевое, похоже. Нулевка там. Нулевка. Контузия. Контуженный. Контузиаст. Если энтузиаст, то будет контузиаст. Что делаем? Защищаемся? Нет, стреляем обратно. Нет, защищаемся. Или не стреляем обратно. Так-то у него 71 будет просто верность попадания. Просто он сейчас щит, если мой шибет, то это все будет. Давай, отпрыгивать. Сломай руку. Ты попутал, что ли? Ох ты ж... Это было напрасно. Ты меня разозлил. Надо было мне сохраняться, ребят. А я, как всегда, этого не сделал. Сломай руку. Вообще, таки его просто я не могу. Деморализован. Конечно, тебя загнобили. Что вы, дурики, вон, по мне стреляете. Надоели уже. Не могу просто. Сломай руку. Тогда стало уже этого подать, а? Сколько можно? Надоело, реально. Давай этих-то теперь догашивать с тобой. На! Больно. Как он мне теперь делать? Что мне теперь делать? По ногам. Больше ты меня не будешь прыгать. Допрыгался. Все, по ногам ничего вообще по телу не попал, по грудаку. Мне вот как теперь? Что мне теперь делать? Будет приманка, значит. Давайте, стреляйте. Они же дурики, они по приманке стреляют в основном. Во, видишь, что делать? Я же сказал. Бездействие. Давай будем типа прыгать от него тупо. Пускай, пускай. Прям отлично. Такая замануха вообще лютая. Ай. В смысле мимо? Полностью нулевка. Вы что, серьезно? Ни одного попадания дробью. Да смотри, 216 хп осталось. Немного ли на себя берете, а? Войска. Да ты серьезно, что ли? Да, ребят, я бы сказал, да, культурный. А все, мы ни кем, что мы одним будем сражаться против всех. Нам уже все, у нас нет возможности теперь сражаться одним. Мы ничего не сделаем. Ну, хотя бы это радует. Считаю, минус один. Теперь чисто вот это. Вот только если сейчас по руке мне пробьет. Есть огромный риск. Смотри, как сшибаются. Вообще люто просто. Ни о чем вот ему делать. Пускай будет приманкой. Они обе теперь будут приманкой, а он один, что я буду сражаться. Видишь, что я делаю? По нему атакую. Урон 200. Что у нас с вами, ребят, даже портфелей, понимаете, нету. Портфелей нету. Как так играть? Без нормальных рюкзаков. Но как раз у них закончились. Деморализован. Видишь, они теперь по ним сейчас будут атаковать. Часы сочетают боеприпасы свои тратят. Сливать. Нормально. 78. Видишь, что как класс защиты он влочит. 50 дамага получается влочит. Нормально. Пускай стоят. Просто подозреваю, что он сейчас мне руку сшибет. Мне еще ему выстрелы два надо нанести по-хорошему. А, у меня антипэш стоит, точно. Самым ближненьким надо было, короче, с дробовиком ему надо было анти-У давать. По нему в основном стреляли. Видишь, хорош. Пускай стреляют. Ну нет, уже не надо, все, хватит. Перезаряжается. Все равно у них, я думаю, в запасе много ракет не будет. Как бы то ни было. А что у него есть, погоди? А нам нет смысла удар тратить. Так что удар он ложевый, он еле-еле дамажит. Ну почти, ну в конце-то концов. Ну браток. Добей ты до конца уже, у него все, у него чисто руку снести ему, и мы пойдем дальше. Урон 200. По корпусу прям, ну хардкор. Ну все, последний походу выстрел бабе, и накрыли ее. А, нет, еще живая, ладно. Баба, живее всех живых. Давай, братан. Я думал ты там успокоился, а оказывается ты еще никак не успокоишься. Все носишься. Давай, отдыхай. Тебе пора. Либо с ракетницами сносить потом, я даже не знаю. Он на страуса похож, у него какие-то лапы такие страусиные. Пускай стреляют. Стреляйте, стреляйте. Но это было жестко. Ладно, хорошо. А, красные ходы закончились, нормально. Давай этого выносим до конца, в точь В0. Не знаю, что это такое. В смысле? Ты что, прикалываешься? По руке ему даже не продамажил. Ну, ребят, ну это, я не знаю. Это фиаско. А, видишь? Решил отойти. А, ну да, когда я антитей переключил, он теперь будет по мне стрелять с этого всего. Ага. Коль щит есть, давай юзать. Сейчас подозреваю, что они бы иначе попали бы все равно по мне. Сейчас антитей вообще еле-еле дамажить будут. Они сейчас пускай боеприпасы свои сливают. Ну как еле-еле, ну так, блин. Перезаряжен. Ну это плюс 6, теперь точно понятно, что у этого тоже плюс 6 из боеприпасов. Короче, мы с тобой идем, знаешь, куда? Сюда, вот сюда с тобой идем. Сначала мы выносим вот этого до конца. В точь в ноль. Что за точь в ноль? Иди отсюда, блин, со своими способностями. Надоел в точь своими в ноль. Юзать. Бога юзер. Нет, ему слишком далеко отъезжать нельзя, ребята. Тут я с вами не согласен. Ему надо здесь стоять продолжать. Что если он далеко отъедет, то это все будет. Край вообще вилы. Как варик, как варик. В принципе, в ответку ему дать. Но вот сейчас, если они мне руку сшибут, то это все будет. Это будет край реальный. Что если сейчас без руки он останется, то это все. То есть, мы не сможем ничего сделать. Ноги. Минус ноги. У этого шесть точно в запасе осталось, чем боеприпасов. Они люто слишком дамажат. Ну какой-то хардкор, ребят. Моему тому перцу снесли руку. На изи причем. Семь из четыре. Сейчас ему еще выстрелы два и все. Давай отступать. Будем их провоцировать, короче. Тяжелый щит, хотя бы так давай. Не можем в ответку дать. Будем защищаться тогда. Только единственное, что запас почему-то их на шесть. Выстрел на шесть. Вообще выстрелов их не хватает. Все, последний выстрел ему и все. Они сейчас меня добьют, мне так кажется, ребят. Своих ракетниц. Даже не знаю, что и сказать. В окону сейчас придется заново играть. Давай, гасим. Хотя бы левую руку ты ему снеси уже в конце-то до концов. Все, сейчас будет жесть. Арк. Ну в конце-то до концов. Семь хп, ну братан. Что ж ты меня тралишь-то, а? Тралишь просто меня, затралено. Протралено. Давай. Норм, выдержал. Бездействие, видишь, а от этого мы уже не можем защищаться. Сейчас если по руке по левой, то все. По правой руке, молодец. Надо сюда уже идти, потому что нам нужно будет ближе к той стороне двигаться. Хотя бы так. Пускай отдыхает. Чисто на расслабоне. Все, если только с руки будет теперь меня пинать. Ну пытайся, пробуй, учись. Ребят, ну прям вообще осталось чисто двое. Ну я сейчас боюсь, в руку попадет и все. А, ну даже если чисто так он будет сейчас по мне стрелять, все равно это немало дамажит. Вообще. Класс, спасибо. Короче, сейчас, ребят, буду переигрывать по другой тактике. Этому ставлю анти-У. Этому анти-Т. Этому анти-П. Этому, наверное, тоже, да. Этому тоже анти-П. Все, короче, поехали. Я, значит, что сделаю? А, я не знаю, кого сначала мне гасить, честно. Можно, в принципе, попробовать как Варик вот этими двумя, короче, на этих наехать. Ребят. С ракетницами, потому что они люто вообще просто бьют. И тогда сейчас давайте попробуем их вынести и посмотрим, что из этого выйдет. Инициативу 3, короче, какую-то открыл. А, лол, короче, продамажил. А, получается, как получилось, инициативу 3, короче, он на меня стреляет. Ты видел, что случилось? Он на меня выстрелил, он продамажил в себя, по-моему, обратно. Что-то я ничего не понял. Но у меня вообще лол какой-то дамаг получился. А у него лютый. Нормальная тема, ребят. Давай, прикроемся. Хотя не надо было, наверное. Да ладно, все дело-то сделано. Ребят, ну это хардкор. На! В ответку тебе. Этот уже выдвинулся. Который ближник. Тот стоит на месте вообще, не двигается, он может пока не трогать даже. По левой руке. Видишь, что теперь делают? Левую руку накрывают мне. Просто какой-то хардкор. Как я проходил эту игру когда-то? Я вообще не знаю. Ты смотри, что сделали? Вы мне говорите, классно играть в эту игру. Да говно, а не игра. Я люблю, конечно, классику, но не такое, понимаете? Ну-ка. На! Минус рука, правда. Не та, которая надо была. Что есть, то есть, ладно. Короче. Короче, как-то в этой катке вроде больше мне повезло. Несмотря на то, что наши с вами главные герои казуки снесли руку. Мне удалось уже, значит, у одного снести две руки, у снайпера вражеского. Практически, фактически, снести две руки у главного, нашего так называемого, как его там называть-то, я забыл, этого капитана, адмирала. Так, этого надо трогать, не надо трогать. Так, вот этого надо будет сейчас отнести руки при помощи пулемёта, снять. У этого тоже, кстати говоря, на лоу. А, он у нас ворошиловский стрелок. Ракетницами стреляет. Сейчас моего. Нормально, всё. Считаю ещё минус один, смотри, что мы сейчас сделаем с тобой. Значит, у нас с тобой есть снайпер. Попадём, попадём, не попадём, не знаю, не попадём уже. Ничего не поделать. Либо надо будет мне менять ванзер, потому что... Потому что на ракеты не хватает, просто у меня... Ракеты маловато. В упор в него стреляешь, 45. Вероятность попадания, ну это ж бред. Всё, короче, он остался у нас в своём без рук. Hands free. Так, он сюда запрыгнуть вроде как не сможет, в принципе. Получается, ему придётся с возвышенности, получается, как с низины меня бить. Не факт, что попадёт, поэтому у нас есть все шансы, ребят. Сейчас на победу. А, он теперь будет меня, значит, так вот будешь... Меня с руки будешь лупцевать. Ну смотри, в упор не попадает. Конечно, я понимаю, что это было и до этого, но вероятность попадания вообще просто низкая. Всё, видишь, ничего сделать не могут? Мне нужно было... Щит. Я на лоу вообще остался, трындец. Видишь, что происходит? Этот у нас с вами держится, красавчик, что сказать. У нас с вами лютый. Будем в отместку тебе бить. Главное, чтобы ноги не снесли их. Нормально. Хорош, бэ. Надо, короче, кого-то туда бить. Если выступать, то надо на этого тогда. Чтобы прям самые лютые у нас получаются. Если он меня сейчас несёт... По левой прям как раз идеально. Чтобы добивать, так добивать его, как говорится, от души. Так, этой, короче, надо быть опять приманкой. С того, можно, знаешь, как сделать? Мы, короче, на того пойдём. Она будет нас с вами приманивать. Кстати говоря, реально, на самом деле, неплохая такая тактика, я вам скажу. Думайте, конечно, что хотите, ребят, но вот так учить даже приманкой, это норм. Тема быть. А, у этого мы тоже снесли одну. Он теперь с ракетницы стрелять не может. Идеально. Если стрелять, то этого, у этого ничего нету, ничего не осталось. О, это всё, я вспомнил, кем, кто это такой. Как тебя звать? Рига-йога. Так, браток. Тебя куда-нибудь, тебя встать куда-нибудь, чтобы... Здесь 54, а тут сколько? Тоже 54, давай отсюда стрелять тогда будем. Хорош, прям последний сейчас выстрел. Без руки его оставим. Прям идеально. Прям пока что всё идёт реально хорошо, ребят. Единственное, что, конечно, у нас, нашего этого черрика хромает хп основное. 170 всего лишь. Видишь, что делает? Смотри, какой упрямый просто. Продолжает до сих пор драться с руки. Некоторые уже по-хорошему успокоились. Видишь, даже нет, ну нету. Сейчас, смотри, по корпусу пробьёт и всё. Мимо вообще. Хорош. Это прям вообще даже идеально. Считаю, даже щит не затронулся. Видишь, бабу стреляет. Пускай бабу стреляет. Он с руки ничего не сделает уже. Мы сейчас его с руки ему. Видишь, пуловый вообще. Всё. Больше себе, братан, нечем драться. Только если ногами. Но вы у нас не кикбоксёр или кто-то ногами дерётся. Те ребята дерутся ногами. Так, либо варик им, короче, идти на кого-то другого. Чисто, например, на этого. Но он меня сейчас издалека сразу гасанёт. Я знаю, поэтому надо с тобой вот этого добивать. У нас последние шансы остались. Это вот этих сейчас... Видишь, что миссы делает? При попытке ударить вверх, мисс оказывается. Поэтому мы с тобой промахнулись, считай, слили нашего челика. Ну ладно. У нас, в принципе, как возможность, ещё осталось двое их. Левая рука у него живучая. Сейчас, смотри, какая. Гасим. Давай, надо добивать до конца. Всё. Практически всё. Единственное, что вот этот и снайпер там ещё один остался. К нему надо будет подойти как-нибудь. То есть, если по корпусу этого добьём, это долго будет всё равно. Долгий процесс у нас с вами будет. Очень долгий, ребят. Это ничего он не сможет сделать. Снизу никак не ударят. Я так и знал, что ты на меня пойдёшь. Поэтому я щит заюзаю. Сейчас самое время использовать щит, который у нас с вами осталось. На неё четыре удара. Перезарядка. Я понял. Хорошо. Я в курсе теперь буду. С этих событий. Давай его добивать просто будем. С руки просто бить его и бить. Хотя бы так. Чисто как на отвлечение внимания. Заберём её на себя и всё. 64. Сейчас должен быть последний выстрел, скорее всего. Всё, нормально. Пускай. Он с той руки уже ничего нам не сделает. Поэтому с тобой давай двигаться. Смотри, наверх вставать нельзя. Поэтому с вами встанем вот сюда. Встанем вот сюда и будем кого-нибудь гасить. Кого гасить, не знаю. Ну, можно чисто этого. В кого-нибудь надо выстрелить. Хорош. Попали. По корпусу. Он сверху не сможет пробить сюда. Это невозможно просто будет. Тогда я щитаками просто объявил бы. Смотри, такое бы сделали. Видишь, тяжёлый щит. Смотри, мы пока что обороняемся с тобой. Пока мы подходим к тому поближе. Но. О, хорош вообще. Идеально. Когда мы сейчас с тобой к тому подойдём. Это пока на себя от него отвлекает. Пускай. Попрокидывающий удар. Давай прям в лобешнику по корпусу. Пробитие. Бам. Нормально. Молодец, баба. Уважаю тебя. Хорошая девчушечка моя. Так. Здесь мы с тобой сможем проехаться. Потом. Давай этих добиваем, пускай. Жизнь малины не казалась. Так сказать. Просто сейчас, если он у меня попадёт, прям причём в грудах попадает, то это всё, ребят. Это может быть край. Давай. Хорош прям по левой руке сейчас, чтобы мы ему не слили. Ну, я же сказал, ребят. Я же сказал. Я думаю, Ирёга у нас норм. Челик, он вывезет катку. Хотя единственное, что сейчас тот по нам будет теперь стрелять. Сколько у нас осталось на два выстрела? Я думаю, вывезем. Сейчас как раз пока мы к тому подъедем, руку ему снесём и к этому сразу погоним. Что там происходит? Ну, ещё название. Да что ж такое-то? Опять какой-то спам название. Как надоели уже все, а? Спамеры. Ну-ка. На, а чё он не прыгает-то? Так, короче, поехали мы с тобой. Всё, да и значит. Снизу я бы, конечно, не рискнул бы в него, наверное, стрелять. Потому что вообще симверсидантность. Попадение, попадание. Это слишком много, слишком мало, но, ребят. Давай туда вот здесь пройдём. Как раз будем так вот, знаешь, прятаться. Вот этих пока накрывать будем по пути. Нормально. Хотя бы минус один. У нас, в принципе, хп много, плюс у него антипэшка ещё стоит. Он вообще против снайперов хорошо сейчас будет стоять. Видишь, что делает? Он решил, так сказать, отойти. Сейчас как раз и минус щит останет, смотри, щита не будет. Выдержал. Она, я считаю, она сейчас вообще ничего не делает. То есть она, по сути, фактически как бесполезный у нас герой. Столько как вот то, что на отвлечение внимания на себя, как бы, ну и то вот её не трогает. Да нереально, ну да ты чё, ну, ребят. Вы серьёзно? Попробуем вот так тогда сделать. Чтобы мы вот этого сейчас немножечко так подстрелили, чтобы он не наглел там. Слишком много. И себя не стал. Сейчас это по мне будет стрелять, смотри, что он делает. А, он в эту бабу, ну, молодец. Правильно, правильно. Чтобы жить малины не казалось, правильно, по ней поляй. Сейчас всё сделаем. Сейчас всё порешаем. Да, отвали ты в конце-то концов уже. Сколько можно? Да бабу бейте, бабу. Слишком что-то лютое как-то. Вы дамажите, а? Достали уже. Давай, бей его. Хорош! Прям по корпусу вообще идеально. Пойдём в упор прям к нему, подойдём. Поздороваемся, так сказать. Ну что, браток? Сейчас ему, наверное, один-два выстрела, и всё, он без руки останется. Прям как раз в упор встали к нему. Он сейчас никуда не выйдет теперь отсюда. Он всё равно по бабе стреляет. Нормально, урон 200. Она сейчас, видишь, как раз антидамаг. У неё там всякие способности, скиллы там. Езжай, нормально. Не, лютый реально бой. Реально, ребят, лютый. Да отвали ты от меня в конце-то концов, а? Как достали вы уже. Киборги, на. Поэтому я сказал, не связывайтесь со мной. Хорошему сказал, вы не поняли. Значит, будет по-плохому. Сейчас, если ему руку отнесёт, то это всё. Давай, мы добиваем этого. Пробивай прям бабу по корпусу, бей. Лупцуй его, лупцуй. Вообще, даже по рукам не стреляет. Ну, ты прикалываешься, что? Ну, братан, ну, в конце-то концов. Он, разумеет, сейчас будет в него стрелять. По нему сейчас, если по руке попадёт, то это всё. Скорее всего. Не, нормально, пока что живой. Живчик, живчик. Всё равно он ракеты же расходует. А мы с ними дерёмся, он. Б. Давай, стреляй по руке, по руке. Хорош! Вот за это я тебя и уважаю. Молодец. Красавчик. Сколько у этого ракет осталось? А мне, по-моему, ни хрена уже не осталось. Всё. Ребята, он без рук. Но он без ракет остался. Видал, всё израсходовал. Какой ты молодец. Месть два. Ну-ка. На! 123. Но это маловато всё равно. Даже чисто для кулака это мало. Хотя бы там 200 бы сделали, там сделали бы, не знаю. Ну что ты, браток? Опрокидывающий удар. В нокаут. Хорош, на! Ну что ты, братан, давай. Всё, ты от меня бегал, бегал. Он никак от меня не набегался. Схватки лютые. Несмотря на то, что у них сраные ванзеры. Ребят. Несмотря на то, что у них хп меньше у меня где-то на 400. Но они просто вообще... Чё вытворяют, а? Давай пойдём к этому. Будем его... Достерегать, добивать. С руки прям. Нормально. Так. С вами тогда пойдём. Это вот сюда пойдём. Нормально. Так что как-то так. Потерпеть поражение от кого-то вроде вас, какой позор. Ну вот так вот, братан. Не повезло, не фартануло. Курой к успеху шёл. Давай, короче, его штукнем. Себе заберём. Я не понимаю, что у них такого особенного в этих ванзерах. На! По затрещину ему. Вот и всё. На расслабоне. Отдыхай. Хотя, конечно, лучше было бы его забрать и пять косов просто себе срубить потом. При продаже и всё. Так что вот так. В самом деле, как всегда, старались. Тысяча пятьдесят. Да неужели их чуть больше денег начали давать? Жаловы не повысили. Спасибо большое. Так, ну чё там у нас? Другие отряды, похоже, отступили. Их командир достаточно умён, чтобы признать поражение. Вот что бывает, когда я берусь за дело всерьёз. Ты никогда ни за что не берёшь, ты всерьёз. Не будем терять время, а не вернуться. Да, возвращаемся на базу. Погнали обратно, ребят. Так что на этом всё. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Ребят, огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся, не переключайтесь. Будет много всё крутого, не менее интересного. Так что с вами был ваш Юранка. Будет очень классно и круто. Так что скоро увидимся, не переключайтесь. И ребятушки... Пока-пока.